Всем привет! Меня зовут Илья. Я учусь в Могилянке на втором курсе, на экономике. И параллельно я еще работаю в бизнес-трансформации. Многие студенты, во время того, пока они учатся в университете, они не знают, чем им заниматься, что им делать вообще, учиться, работать или то и то, или там заниматься какими-то студенческой жизнью. Вот. И сейчас я вам расскажу свой опыт того, как прошли первые два года моей студенческой жизни, что я делал, что я советую делать, что я не советую делать. Первый совет, который я бы хотел дать студентам, это то, что всегда старайтесь что-то делать, пока вы студент. Потому что это такой возраст, когда вы можете совершать ошибки, и вам за это практически ничего не будет. То есть вы можете пробовать, пытаться, воплощать свои идеи в жизнь, ошибаться, и последствия будут минимальны. Вот. Например, когда я учился на первом курсе, то мне пришла в голову идея сделать джазовый концерт в Могилянке. И я собрал людей, нашел джазовиков, мы вместе с ними придумали, что мы будем играть, зачем вообще все это делать. Вообще идея была такая, что мы хотим создать платформу для молодых музыкантов джазовых, потому что все в Киеве, сцены в Киеве джазовые, они монополизированы взрослыми музыкантами, и молодым просто негде играть. И мы придумали такое, что почему бы им не устраивать свои концерты в Могилянке, они могут играть там все, что они хотят, и развиваться. Мы собрали команду с ребятами, и уже сделали 8 или 9 концертов, по-моему, в течение года. Вот. Второй совет, который я бы хотел дать, это, если вы видите и чувствуете, что вы находитесь не на своем месте, то, что вы учите, вам не нравится, пока не поздно, лучше уйти, или поменять, или перепоступить, неважно. Первый, второй курс, лучше уйти, потому что на третьем курсе вам будет уже просто жалко бросать. На своем примере рассказываю, я учился на прикладной математике полтора года, понял, что, я понял еще на первом курсе, что мне не нравится то, что я учу, и я не буду этим заниматься, я не буду ни программистом, ни математиком, ни преподавателем математики и так далее. И поэтому, после первого полугодия во втором курсе, я решил перейти на экономику, поговорил с родителями, и они меня поддержали, сказали, если тебе не нравится, зачем ты тратишь свое время, ты несчастен, переходи. Я перешел, и сейчас я учусь полгода, и я намного доволен, ну, доволен намного больше, чем за полтора года все, которые я был на прикладной математике. Не бойтесь того, что родители скажут вам, да, нет, ну куда, не бойтесь не оправдать их ожиданий, это ваша жизнь, вы должны делать только то, что считаете нужным, в разумных пределах, конечно. Если вы будете серьезны, если вы серьезно подойдете к этому вопросу, серьезно поговорите с родителями, я уверен, что любой родитель, он любит своего ребенка, и он поддержит его. Если вы будете серьезным и приведете достаточно аргументов в пользу того, что вы хотите уйти. Третий совет. Никогда не бойтесь администрации университета или других людей, не бойтесь с ними разговаривать, пробуйте доносить им свои мысли, не бойтесь, что они вас не поймут, потому что, если вы не попробуете, вы потеряете возможность. Например, когда мне нужно было сделать концерт джазовый, не в Могилянке, нужна была аппаратура. Она довольно дорогая, у меня тогда не было средств на то, чтобы заказать ее, и я подумал, почему бы не взять в университете. Мне сказали сразу, что да нет, чувак, типа никто не даст аппаратуру, но я решил попробовать, я пошел к администрации, и на мое удивление, то ли я был достаточно убедителем, то ли у меня кредит доверия был большой, мне разрешили. Там дедушка, который заведует аппаратурой, он сказал, что за все 30 лет его работы в универе никогда аппаратура не вывозилась за пределы университета, и что это такое в первый раз, я говорю, ну, все, бывает в первый раз, и я написал расписку, там, короче, какие-то бумажки заполнил, мне дали аппаратуру, сделали концерт, и привезли его на такси, разгрузили, и все окей. Не бойтесь делать что-то, что раньше никто не делал, потому что это возможность, и вы не должны ее упускать. Вы не должны за счет предупреждений, каких-то суеверий и так далее, стереотипов, не делать того, что вы хотите. Еще один совет, если вы хотите работать во время университета, хорошо подумайте. Если вам окей жить, ну, там, что вам родители деньги дают, или вы не нуждаетесь в дополнительном доходе, вы не снимаете жилье, у вас там есть стипендия или еще что-то, подумайте, нужна ли вам работа. Как минимум, до третьего курса. Потому что, если вам нравится то, что вы учите, то работа, она заберет время на учебу. Вы реально будете учиться хуже. Ну, или вы будете учиться так же, но для того, чтобы учиться так же, вам нужно намного, намного больше стараться, больше времени. У вас не будет время на тусовки. Скорее всего. Ну, или будет, но это будет раз в месяц, два месяца. Кому это надо? Вы же студенты, вы хотите гулять с друзьями, и это нормально, потому что другого времени такого уже не будет. А работать вы всегда успеете. Если вы чувствуете, что работа вам необходима, вам нужно зарабатывать деньги, или вы просто, ну, вам нравится работа, хорошо, идите. Но не идите на фултайм. Я работал на фултайме. Это ужасно. Совмещать это с учебой просто нереально. Во время сессии вообще нереально. То есть, я когда работал на фултайме, я еле-еле-еле вывозил все. Но когда началась сессия, я сказал своему шефу, что я не могу, я не успеваю. Я реально не успею. Я не сделаю того, что от меня требуется. Подойдите к этому ответственно, признайтесь себе, что вы не сможете. Это нормально. Не нужно разрываться. Живите счастливо. Вот. И я ушел. Потом я нашел себе партайм. И сейчас я абсолютно доволен. Я работаю, да, кстати. Я работаю, как я уже сказал. Но я работаю в сфере, которая максимально близко к моей. То есть, это бизнес. У меня на экономике. То есть, я не работаю в кофейне или где-то еще. Подумайте над тем, посчитайте над тем, ну, то, где вы работаете. А купит ли оно себя? Рациональна ли это инвестиция вашего времени в эту работу? Если нет, то даже не надо. Не надо этого делать. Поверьте, лучше не тратить много денег, лучше жить там на то, что вам дают родители. Там, я не знаю, какие-то халтурки иногда получать. Но инвестировать это время в образование. Если у вас хороший университет, опять же, нужно понимать, если у вас хороший университет, получаете ли вы те знания, которые вы хотите, чтобы вы получали. Если нет, то уходите с этого университета. Перепоступайте. Серьезно. Учиться ради диплома не имеет никакого смысла сейчас. Реально никакого. Если вы не хотите быть госслужащим, там, где нужно реально показать диплом, что я закончил 4 года. Иначе нет никакого смысла. Вы просто потратите время, в итоге будете работать не по специальности, в итоге вы будете заново учиться. На работе уже. Почему важно быть активным, пока ты студент? Есть две причины. Первая причина, почему нужно быть активным, пока ты студент, это потому, что пока ты студент, ты можешь делать очень много вещей. в том числе заводить новые знакомства, тусоваться с ними, делать что-то вместе с этими ребятами, участвовать в студенческой жизни. И это опыт. То есть вы приобретаете новые знакомства, которые в дальнейшем, в будущем, вы не знаете, кто кем станет, но если вы выбираете людей правильно, то есть свой круг общения, скорее всего, эти ребята добьются какого-то успеха и могут быть вам полезными. Это такая прагматическая, очень материалистская цена, ну, типа, вещь, которая работает. Второе, это, как я уже сказал, опыт. Вы что-то делаете, вы пробуете, вы ошибаетесь, вы приобретаете опыт. В дальнейшем, в вашей работе, в вашей жизни, просто, это вам, ну, будет очень полезно, потому что вы это уже прошли здесь. Вы научились, например, общаться с людьми, знакомиться с людьми. Когда вы пойдете на работу, вам будет намного легче, потому что у вас есть уже этот навык, навык коммуникации. Вторая вещь, это то, что, например, если вы не очень хорошо учитесь, если вы активно занимаетесь студенческой жизнью, поверьте мне, работодатель, когда будет брать вас на работу, он оценит. Я общался с одним парнем, он партнер в KPMG, это большая консалтинговая компания, и он мне сказал, как он берет человека на работу, студента. Он берет двух людей, два типа. Первый, это круглый отличник, который все там время учился, не занимался активностью, но он очень много знает, он его берет. И второй тип, это очень активный студент. Он смотрит на оценки, да, там где-то есть 70, и так далее, где-то тройки, четверки, но он смотрит на то, что этот человек делал во время того, как он учился, он смотрит на все его проекты в университете, смотрит то, чем он занимался, что он сделал, что он не сделал, и так далее. И он такого человека тоже берет. Он не берет только одного, того, кто плохо учился и ничего не делал. Значит, этот человек просто приходил домой, открыл бутылочку пива и смотрел телек. Такой человек не нужен, поверьте мне. Поэтому быть активным во время студенчества очень важно. Это опыт, это ваше будущее, это ваши навыки, это ваши друзья в будущем. Очень важно.